В среду в Вознесенском соборе в Твери прошло прощание с участницей Великой Отечественной войны, пережившей свой вековой юбилей Марии Николаевны Сидоровой. Она ушла из жизни 12 февраля на 103 году жизни. В последний путь проводили её представители разных ветвей власти, близкие и родственники. Мария Николаевна Сидорова родилась 20 апреля 1922 года в Вологодской области. Окончила Архангельское педагогическое училище. В годы Великой Отечественной войны служила в особом отделе НКВД 39-й армии Калининского фронта. После войны трудилась при воинских частях, работала в судебной системе органах прокуратуры. Награждена орденом Отечественной войны второй степени, орденом почёта и другими наградами. В год 75-летия Великой Победы Мария Николаевна Сидорова была почётным гостем церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату. Соболезнования родным и близким Марии Николаевны направил губернатор Игорь Руденя. Мария Николаевна заслуженно пользовалась высочайшим уважением на Тверской земле. В годы Великой Отечественной войны она в рядах 39-й армии Калининского фронта освобождала Верхние Волжи от захватчиков. Внесла свой вклад в Великую Победу. В послевоенные годы Мария Николаевна продолжила службу Родине. Она была активным участником ветеранского движения. Многое сделала для сохранения исторической правды о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мужество, душевная красота и любовь к родной стране Марии Николаевны Сидоровой всегда будет светлым вспоминанием в наших сердцах. Мария Николаевна не раз была героиней сюжетов на нашем телеканале. Она была преданным зрителям Тверского проспекта. С большим уважением и теплотой о ней отзывается главный редактор и депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, поддерживающий контакты с семьей Сидоровых. До последних дней она сохраняла полную ясность ума. Она, кстати, была таким преданным телезрителем нашего канала. Мы часто с ней общались и с телегруппой выезжали. И сам я, как депутат по этому округу, с семьей Сидоровых поддерживаю с ее дочкой отношения. Человек, она была очень светлой, незлобливой, и она очень была заинтересована в том, чтобы все вот те начинания, весь тот труд, которому она посвятила свою жизнь, становлению нашей страны, восстановлению после Великой Отечественной войны, чтобы это всегда приумножалось, созидалось, сохранялось. И вот когда с такими людьми общаешься, то главный их завет, и, наверное, самый лучший вариант сохранения памяти о них, это приумножать и сохранять те достижения, за которые мы им благодарны, которые являются их заслугой. На церемонии прощания присутствовала дочь Марии Николаевны, родственники, представители администрации города Тверской гордумы. Похоронили Марию Николаевну на кладбище в Лебедеве. Наш медиахолдинг присоединяется к словам соболезнований и поддержки в адрес близких Марии Сидоровой.